Приветствую вас, агенты! Не забудьте поиграть в моей группе SCP для андроида. Ссылка в описании. SCP-847. Манекен. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. Для содержания SCP-847 используется укрепленная и доработанная камера содержания. В целях проводимого в данный момент изучения поведения объекта камера полностью оборудована. Имеется кровать, комод, диван-кровать, стол, кресло, зеркало в полный рост, раковина, душ и туалет. Пол камеры должен быть набран из оголенных медных шим сечением 1 см2, на которые при необходимости должно подаваться напряжение не ниже 50 кВт. Область площади 50-50 см в дальнем правом углу камеры должна быть свободна от медных шим и служит в качестве зоны безопасности. Если во время обезбреживания SCP-847 внутри камеры находится сотрудник, пища объекта не предоставляется. Сотрудники, назначенные на работу с SCP-847, обязаны иметь при себе электрошоковую дубинку, выдающую напряжение как минимум 30 кВт. К работе с SCP-847, а также к нахождению в радиусе 50 метров от объекта допускаются только мужчины, люди мужского пола с мужской гендерной идентичности. В свете результатов эксперимента 847-G, приказом комитета по этике интерсексуалам, трансгендерам и людям с небинарной идентичностью запрещено работать с объектом или приближаться к нему ради их же безопасности. Предпочтение в выборе сотрудников для работы с SCP-847 следует отдавать мужчинам, не испытывающим сексуального влечения к женщинам. Описание. SCP-847. Манекен, изображающий женщину. Рост объекта составляет 156 см. Вес 27 кг. Объект выполнен из человеческих волос и неизвестного волокнистого полимерного композита, который отслаивается и крошится похожим на фарфор образом. Лапароскопический осмотр SCP-847 указывает на наличие внутри объекта конструктивных элементов, похожих на неполный набор костей, органов и крупных кровеносных сосудов, выполненных из того же полимера. Около глаз и в поврежденных областях манекена наблюдаются небольшие утечки черной летучей смолы, похожие на вещество для пластинации. SCP-847 всегда находится, как правило, находится в относительно плохом состоянии, с выкрашиванием в тех или иных областях тела, головы и конечностей. Подробно приведены в приложении 847B. SCP-847 способен передвигаться с помощью негибких и хаотичных движений, поддерживая равновесие колебаниями тела. Поведение объекта зависит от биологического пола и гендерной идентификации находящихся поблизости людей. Особенности поведения можно разбить на три группы. Группа Z, группа Y, группа X. Поведение группы Z проявляется в том случае, если в радиусе 50 метров от объекта нет ни одного человека. В этом случае в 99,5% времени объект проводит, не двигаясь, не издавая звук. В оставшихся случаях объект может наряжаться в уменьшуюся одежду, вставать перед любым доступным зеркалом в человеческий рост и принимать позу, выставляющую в выгодном свете ту одежду, которая надета на объект. SCP-847 предпочитает одежду откровенного покроя, предназначенную для молодых женщин. В редких случаях SCP-847 пишет короткие надписи на имеющихся рядом поверхностях с помощью пальца или другой конечности, в зависимости от сохранности тела. Надписи, сделанные после постановки на содержание фонда, приведены в приложении 847C. Поведение группы Y проявляется, когда в радиусе 50 метров от объекта находится субъекта мужского пола, но нет объектов женского пола. Препятствия между объектом и субъектом не играют роли. На начальной стадии этого поведения объект издаёт звуки, похожие на скуление на вдохе высоким голосом и принимает более вызывающие позы. Также при этом наблюдаются содрогания. После 3-5 минут подобного поведения объект становится полностью подвижным, приближается к любому субъекту мужского пола, сутулится и пытается заглянуть в глаза. В это время SCP-847 можно манипулировать и ставить в любую позу, которую он затем пытается удержать, насколько позволяет равновесие. После ухода всех субъектов за отметку 50 метров наступает последняя стадия такого поведения, в ходе которой SCP-847 пытается либо разбить ту или иную часть своего тела, либо извлечь внутренние конструктивные элементы. Выполнив эту задачу, объект возвращается к поведению группы Z. Поведение группы X проявляется, когда в радиусе 50 метров возникает субъект женского пола. Препятствия не играют роли. SCP-847 начинает издавать звуки, похожие на тревожное ворчание и виск, переходит в движение и немедленно нападает на женщину. В ходе поведения группы X физическая сила и скорость SCP-847 значительно возрастают. Объект движется со скоростью до 45 км в час. В рывке способен прикладывать до 40 кДж силы. В ходе нападения SCP-847 может разбить одну из своих конечностей, как правило, палец, ноги или руки, для получения режущей кромки. В дополнение к этому объекта спускает из глаз, рта и поврежденных участков пластинирующую смолу. Попадание смолы на открытую рану человека приводит к быстрому затвердеванию мягких тканей, которые распространяются по всему телу, до тех пор, пока состав тела жертвы не станет схожим с SCP-847. После пластинации SCP-847 собирает необходимые части тела жертвы, в зависимости от того, какие части у объекта повреждены. После этого SCP-847 прикрепляет собранные части с помощью смолы. Этот метод подходит не для всех повреждений. Закончив процедуру, объект возвращается к поведению группы Y и Z. Аномальные пластиционные свойства смолы, выделяемой SCP-847, проявляются исключительно на мягких тканях женщин. Смола не действует на тканях мужчин, трупов и животных. Подача высокого напряжения свыше 10 кВт приводит к временному затвердеванию смолы и утрате SCP-847 подвижности сроком примерно на 5 минут, вне зависимости от поведения в данный момент. Приложение. 847-А. Сведения об обнаружении. 23 августа 1983 года в ходе федерального расследования дела о работорговле в подвале заброшенного универсального магазина сети в Лас-Вегасе, штат Невада, был обнаружен SCP-847 в окружении частично разобранных и сломанных неаномальных манекенов женской фигуры, завернутых в полиэтиленовую пленку. Прибывшие на место агенты ФБР стали свидетелями поведения группы Y. Приняв объект за жертву похитителей, агенты попытались оказать помощь. SCP-847 перешел к поведению группы X и набросился на одну из агентов. Агенту удалось обезвредить SCP-847 с помощью электрошокера. Так был открыт метод сдерживания с помощью высокого напряжения и эвакуирован в безопасное место. О ситуации был уведомлен агент необычных происшествий ФБР. По обычным каналам был уведомлен фонд, после чего SCP-847 был изъят. Несмотря на признаки того, что в помещении проживали люди, жертв похищения найти не удалось. Приложение 847-Б. Протокол случай членовредительства. Ниже приведены наиболее значимые случаи членовредительства. Из-за разбивания частей и сбора новых внешний вид SCP-847 значительно меняется с момента постановки на содержание. В тексте имеются фотографии объекта на различных стадиях изменения. 27 августа 1983 года. Описание случая. SCP-847 разбивает грудь после ухода научных сотрудников из камеры содержания. Примечание ответственного сотрудника. Научный сотрудник сделал замечание вслух насчет нереалистичных пропорций, находясь при этом в камере содержания при первичном размещении объекта. Исследователям рекомендовано избегать каких-либо устных комментариев насчет SCP-847 в то время, когда они находятся в камере содержания. Носители органов на замену поврежденных частей предоставлены 12 сентября 1983 года. 14 мая 1984. Описание случая. SCP-847 разбивает нос после эксперимента 847-Е с участием D8334. Примечание ответственного сотрудника. Планом проведения опытов не предусмотрено уведомление подобных о склонности SCP-847 к разбиванию частей тела. Выдержка из разбора эксперимента приведена ниже. Доктор Лилл. Вы заметили во внешнем виде SCP-847 какую-нибудь особенность, которая сильнее прочих бросалась в глаза? D8334. В смысле, если не считать, что этот манекен живет и дышит, у него странный нос какой-то. Ноздри, видите ли, торчат прямо так, как провалы, ничем не прикрыто, как надо. Доктор Лилл. Говорили ли вы SCP-847 что-нибудь по поводу носа? D8334. Ничего, с ней не поболтаешь. Болтает, не болтает, а слушает, не слушает. Носитель органов на замену поврежденных частей тела доставлен 20 октября 1984. По итогам сбора комитет по этике наложил запрет на использование сотрудников класса D женского пола в опытах с SCP-847. 21 апреля 1905-го. SCP-847 вырывает все волосы на голове и извлекает печень после эксперимента 847J с участием D13928. Примечание ответственного сотрудника. Выдержка из разбора эксперимента приведена ниже. Доктор Гмадривяк. Вы сделали какие-нибудь замечания насчет прически SCP-847? D13928 смеется. Ясен пень 80-е, это уже давно прошли. Блин, это едва ли не на 70-е тянет. Доктор Гмадривяк. Пожалуйста, отвечайте на вопрос. D. У вас же все записано на камеру. Нет, ничего такого я не говорил. Но настоящая живая кукла это, блин, внушает. Фигурка самый шик. Хотя вряд ли с такой можно в барпете, она же пластмассовая, все дела. Да я ее срок матаю. Доктор Гмадривяк. Что ж, спасибо, да на этом все. Да на здоровье скажите, а можно как-нибудь еще такой опыт проделать? Замена волос произведена 13 июля 2013. Замена печени произведена 12 августа 2013. 1 марта 2005. В ходе поведения группы Z SCP-847 вырывает волосы на лапки. Примечание ответственного сотрудника. Следует отметить, что это единственный случай члена вредительства, не связанный с поведением типа Y. D-847 не предпринимал попыток заменить волосы. 23 сентября 2013. SCP-847 извлекает мозг, глаза, ключицу, а также разбивает ладони. Примечание ответственного сотрудника. Под надзором НС Тайлера Дженсона целостность SCP-847 полностью восстановлена. В целых уменьшение возможностей SCP-847 был одобрен опыт сотрудникам D-7294. Последний был выбран по причине нескольких совершенных им убийств на сексуальной почве. Член вредительства длилось 45 минут. При этом D-847 испускал скрежущие звуки, чего за ним ранее не было замечено. Выдержка из разбора экспериментов приведена ниже. Доктор Лилл. D-7294. Изложите свое мнение об SCP-847. D. Симпатичный, знает свое место. Доктор, подробнее, пожалуйста. Д. Как эта кукла с кулитой присмыкается, сразу видно, зная, для чего она нужна. Только получается у нее хреново. В каком смысле? Д. Не слушает команд. Да, можно ставить в позу, можно унижать, но она только хнычит и все. Пришлось даже палец отломать, чтобы посмотреть, есть ли ей дело, а ей дело нет. Знаете, забавно получается. Всю жизнь ходишь, мечтаешь найти женщину, чтобы была такая послушная, такая бездумная, такая беспомощная перед любой твоей прихотю. А когда находишь, оказывается, что она бесполезный манекен, который сделать ничего не может. Доктор, спасибо, да на этом все. Охрану проводите, пожалуйста, дай обратно в камеру. Приложение 847C, список надписей. Ниже приведен полный список надписей, сделанных SCP-847 в то время, пока объект состоял на содержании фонда. Попытки общения с SCP-847 не увенчались успехом. SCP-847 издает звук, но не изъясняется словами и не отвечает на вопросы сотрудников, как в устный, так и в письменный фонд. Примечание. На сегодняшний день люди с синдромом Клайнфера или синдромом Шершевского-Тернера не испытывались на SCP-847, не считаются пригодными для работы с объектом. Второе. Непосредственно после обнаружения тональность звуков была ниже, но со временем возрастала. Третье. 22 сентября 2013 года научный сотрудник Тайлер Дженсен получил взыскание, был уволен и лишен всех прав о привилегии фонда за множественные нарушения и этики стандартных процедур. В течение двух месяцев это привело к гибели девяти сотрудников класса D. Также Дженсен тем самым поспособствовал нарушению условий содержания SCP-847, в ходе которого погибли еще два человека.